По меньшей мере 37 раз в течение дня киевские силовики обстреливали сегодня города Донецкой области. Четверо убитых, более 20 пострадали. Сообщили в ополчении, добавив, что свыше 30 человек, в том числе дети, погибли в результате серии воздушных ударов по горловке накануне. Бомбы весом в полтонны бросали на город с 5-километровой высоты. По сути, не глядя. Боевую авиацию Украина применила впервые с лета прошлого года. Это в дополнение к минометам, артиллерии и установкам град. Очень много раненых, как и в Донецке, где сегодня больница оказалась в числе целей, выбранных украинской армией. Репортаж нашего специального корреспондента в Донбассе Дениса Давыдова. О кошмаре на этой остановке напоминают гвоздики и свечи. По сводкам, здесь трое убитых, но украинские артиллеристы оборвали еще одну жизнь. Погибшая ждала ребенка. Нету ребенка. 20 лет, беременный ребенок. Что такие дела? Она на месте погибла? Спасти ее никак не нужно? Воровы не было. Как ее можно было спасти? Здесь, в центре Горловки, снаряды ложились очень кучно. Одна воронка. На трамвайной остановке вторая. Здесь третья. Вы видите, с какой силой разлетались осколки. Они пробили металл фонарного столба. Жертв немного, поскольку все случилось ранним воскресным утром. И здесь, на площади перед кинотеатром «Шахтер» было немноголюдно. Ранним утром все были на кухне, завтракали. А это на противоположной стороне. Вот это все и спасло людей. Это был не просто обстрел, к которому украинские военные уже приучили. Горловка пережила массированную артиллерийскую атаку. Грады, ураганы, минометы. Вместе и целый день били по городу. Как вчера, наверное, такого еще не было. Все палаты заняты ранеными. У большинства травмы минно-взрывные. Настолько тяжелые, что некоторым пришлось ампутировать конечности. Я хотела поправить, что-то взять левой рукой. А она уже висит на шкурке. Как вы без руки сейчас? Да как вот? Как? Я не знаю. Я одна же. Столько как? Зачем? Все только зачем? Сколько, говорят, будете лечиться? Неизвестно, если спасем. Все подробленные кости. Нет, значит, отрисать. В соседней палате мужчины. Кто-то попал под обстрел на работе, кто-то дома. Ранение такое. Поясницы. Это мы перевязки... Отдрите. Перевязочки мы уже сделали. Осколком ударила. Осколком. Минагау там, что-то перебили, что прямо кровь оттуда, как с ключа била. Как с ключа била кровь. Я платками перевязывала, пока приехала скорая помощь. На работе были, на заявку поехали. А вы кем работаете? Начался в оргазе. Начался обстрел. Укрылись в пожарной части. Закончился. Решили ехать назад. Начали опять стрелять. Ну, задело. Единственная улыбчивая пациентка Елена чудом осталась жива. Осколок мины летел ей в висок, а попал в палец и мобильный телефон, по которому говорила в момент обстрела. Ну, я его так разграла по телефону, телефону, если бы не телефону, все было бы. Повезло. Сохранить его на память-то? Да, его в рамочку помешали. Пациентов другой больницы в Донецке сегодня срочно эвакуировали. Ракетами обстреляли корпус, где было кардиологическое и детское отделения. Детки больные, лечить надо, а он по больницам бахает. Такая больница хорошая. Когда мы кричали всему миру, Европе, что Украина использует перемирие для того, чтобы перепропироваться, вооружиться, создать слаженное боевое подразделение, которое способно выполнять боевые задачи, никто не слушал. Сейчас мы все прекрасно видим, что Украина нарушила перемирие, атаковала. Таких ракетно-артиллерийских ударов, которые мы перенесли за эти трое суток, мы не переносили никогда. Это правда. Им снова пришлось вспомнить короткий путь до бомбоубежищ. Бежали в укрытие, в чем есть. Времени собраться и подумать не было. Стреляли сильно. Сегодня самый ужасный день. Все тряслись, все были перепуганы, все бежали, куда глаза глядят. Впервые после долгого перерыва киевские войска вновь задействовали против городов бомбардировщики. Эти факты подтвердили и в Координационном центре по контролю за прекращением огня, куда входят представители Киева, ДНР, ЛНР, а также России и ОБСЕ. Сегодня совершенно очевидно, что обстрелы жилых кварталов города Донецка ведутся штатными подразделениями вооруженных сил Украины. Кроме того, впервые после долгого перерыва была применена бомбардировочная авиация. Несмотря на все попытки украинских военных занять Донецкий аэропорт, он по-прежнему в руках ополченцев. По словам представителей ДНР, Киев, похоже, не смирился с потерей стратегического объекта и пытается взять реванш, разорвав соглашение о перемирии. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин, Рушан Умяров и Негина Искандерова. Первый канал. Донецк.